МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семейное счастье – это он, она и безграничная любовь. Любовь, которая проверяется временем и трудностями. Или... Черт побери. Автомобилем. В нашем шоу мужья обязуются научить своих жен водить авто всего за три дня. А надо газовать вот так. Крутятся колеса машина, едет. Мы едем. Что за знак? Парковка. Уже на четвертый день они сдадут экзамен профессиональному автогонщику. Может, на тебя давят мои титулы? Ух ты. И лучшая из двух учениц принесет своей семье денежный приз. Только они еще не знают, что их семейной клятвии в горе и в радости предстоит пройти настоящий тест на прочность. Ты меня хоть чуть-чуть любишь? Тебе важнее она или я? Научи жену рубить, как научишь, сможешь пить. Знакомьтесь, это наша первая пара. Джейсон и Юлия. Меня зовут Джейсон. Мне 33 года. Я работаю на данное время помощником юристу. Я обожаю ездить на байке. Хотел бы научиться летать на вертолете. Я Юлю называю подсолнухом. Я ее люблю за заботу, внимание и поддержку. Мы 11 месяцев уже вместе, но пока что не в браке. Потому что много соблазма, много красивых женщин у нас. Выбор большой. Меня зовут Юлия. Мне 28 лет. Я эстрадная вокалистка и фотомодель. Своего Чингисхана я люблю за то, что он у меня мужественный, умный. Самое главное – это его черные волосы, длинные по плечи. Моя мечта с детства – водить огромный черный внедорожник. Моя машина – это мужчина. И у него есть имя. Этот иероглиф на японском означает «самурай». Я не предлагал Юле садиться за руль, потому что жадный я. Потому что мне жалко машину. Но я на этом проекте, потому что у меня нет выбора. Я люблю рисковать. А это их соперники – Максим и Елена. Меня зовут Максим. Мне 33 года. Работаю таможенным брокером. Все свое время свободное стараюсь уделять семье. У меня прекрасная жена. Мы с ней знакомы уже больше 15 лет. Меня зовут Лена. Мне 33 года. Я работаю аккаунтом в креативном агентстве. Являюсь лицом агентства для клиентов. За собой всегда слежу. Для меня важно 6 кубиков пресса. Я очень боюсь выезжать в город. Могу кого-то догнать на дороге. Я очень люблю водить. Я хочу, чтобы Лена научилась водить. Забирать меня за столи, отвозить ребенка в школу, в садик, на кружки. Лучше от греха подальше. Я куплю свое авто, буду независима. Ну, замечательно. Вот выиграем, тогда первый взнос тебе на автомобиль. Договорились. Привет, восхитительные. Это шоу «Научи жену рулить». И это его главный злодей. Человек, который обладает суперспособностью доводить женщин до слез. Наш эксперт, экзаменатор и профессиональный автогонщик. Валерий Шевелев. Именно. А этот человек, который в своих познаниях в автомобилях может посоревноваться только с нашими участницами. И то, если я буду подсказывать. Да-да, и человек, который на секундочку ведет это шоу, Денис Косяков. Здравствуйте. Актер, шоумен, сценарист и телеведущий. Да-да-да, это все я, Денис Косяков. Но это не так важно. Главное, что вас, мужья, я отлично понимаю. Потому что и сам учил жену рулить. Как память об этом, у меня осталась пара седых волос и отличный сюжет для ночных кошмаров. Итак, запомните. Если вы решили принять участие в нашем шоу, я ваш лучший друг. А я нет. Для вас я Валерий Витальевич Шевелев. Профессиональный автогонщик. Чемпион, инструктор по экстремальному вождению. И просто самый виртуозный водитель из всех, кого вы знаете. Запомнить обо мне вам нужно лишь две вещи. Во-первых, ваша победа всецела в моих руках. И во-вторых, мне абсолютно безразличны женские слезы. Ну что, мы все про нас да про нас. Знакомься с нашими суперменами. Это Джейсон и Максим. И их чудо-женщины Лена и Юля. Мужчины, вы действительно супергерои. Только не из Мстителей, а скорее из отряда самоубийц. Потому что решиться научить своих женщин рулить может только очень смелый человек. Поэтому прошу вас собрать все нервы в кулак. На следующих три дня и на четвертый день мы с вами встретимся на экзамене. И посмотрим, кто на что выучился. Ну а те из вас, кто лучше сдаст экзамен, получат наш главный приз 65 тысяч рублей. Я вручаю вам наши супергаджеты, на которых вы, барышни, найдете правила дорожного движения. А вы, мужчины, ежедневные задания. Ну что же, мы начинаем. КВН. Ну, на КВН это тоже иногда похоже. Поехали. Наши соперники показались нам не соперниками. Серой массой. Победа будет за нами. Черные сережки, черные ногти, рваные джинсы. И... На первый взгляд, наши конкуренты, ребята, без тормозов. Мне кажется, она всех нафиг подавит на дороге. По правилам, в первый день обучения мужчины должны научить своих любимых трогаться с места. После чего маневрировать на автодроме, парковаться и даже выезжать под горку с помощью ручного тормоза. Сюда поворачивай. Сюда куда? Ну, туда. Туда куда? К себе. Поворачивай. Первое положение. Что такое первое положение? Ну, ну, похвачите. Когда вы только сели, он мне вообще ничего не объяснил. Говорит, ну, заводи. Первую придачу. Где она тут? О, господи. Я здесь сам ее не... Я сам растерялся. Для меня это тоже первый раз учить кого-то. А Максим более собран, и его Лена уже поехала. Руль крути. Нет, ну, ты бы объяснил сначала, руль крути. Нет, ну, ты смотри, машина начинает двигаться в стол. Процесс пошел, объяснение не пошли. Макс, собственно, мне ничего не объяснил, и давай уже едь. Что такое трогаться? Остановить. Сцепление, нажми сцепление, нажми сцепление. Вау. А зачем ты сцепление отпустил? А ты объяснил, как остановиться? Я не чувствую педаль газа. Ну, почувствую. Я был неприятно удивлен. Поведением Лены. Я старался максимально на нее не орать. Я старался объяснить пошагово. От нее не звучало ни вопросов, ничего. Тем временем Джейсон и Юля уже освоились на автодроме и собираются проезжать змейку. Делать будем змейку. Вот, по стрелочке идем. Притормаж, сцепление не... Стой, стой! Джейсона я не видела, только слышала его голос с прекрасного до люка. Давай, трещи руль, быстрее руль крути. Быстрее, задавила одного. Давай, быстрее, быстрее. Она как двоечник в школе, которого нужно подгонять постоянно, показывать, объяснять, объяснять и еще раз объяснять. Круче, круче, круче. В другую сторону круче. Еще, еще круче. Я не отдыхал как пассажир, я работал. Сюда, сюда. Куда показывают пальцем, туда и есть. В общем, Лена, твой навигатор по автодрому – это палец мужа. Че ты тормоз нажала? Потому что я притормаживаю. Че мне тормозить? Я раздражаюсь, когда кричат на меня, потому что я теряюсь, вообще ничего потом сделать не могу. Девочки, не волнуйтесь. Даже если вы потеряетесь, мы знаем, где вас найти. Вариант осталось два – гараж и эстакады. Тебе нужно выровнять машину назад. Ну, я куда вижу, туда еду. Ну, так стой, стой, тормоз. В другую сторону руль. В другую – это какой? Влево, до конца. Вроде бы спокойно, но как-то неконструктивно в машине у Максима и Лены. Чего не скажешь об их конкурентах. И куда ты едешь сейчас, мне скажи? Стоп, какой ты зафиг? Знаешь, Костя сейчас песню вспомнил? Живет в белорусском Полессе. Красавица Леся и Джейсон. Выворачиваем руль в любую сторону, Юль, ну… Не в эту погоду я… Ты смотришь вообще, куда ты едешь. Юля моя, как ученица, в одно в ухо вылетела, в другое вылетела. О, прикинь, получилось. Ты счесала все, б***ь, и сдала все. Счесала бок, но все спокойны. Еще бы машина-то пока не семейная. А Лена и Максим уже готовятся к выезду на эстакаду. Я лучше пристегну. Очень часто люди пристегиваются после того, как понимают, что их лоб может встретиться с торпедой. А Джейсон пристегнут с первой минуты езды. Видно, что Юля барышня темпераментная и резвая. Подожди, я боюсь. Я сам боюсь, давай. Газку теперь. Ай, я не советую. Газку, газку, б***ь. Б***ь, газу. Что делать? Ха-ха-ха-ха-ха. Юля, когда переживает, она смеется. Б***ь, держи меня. Давай газку, б***ь. З, б***ь. Остановил. Я не знаю, как ты завтра поедешь в город. Ну как, как, Юля. Как и сегодня с улыбкой на лице. Учитель из Джейсона, конечно, не очень. Он так объясняет, вроде я уже все знаю. И сейчас сяду и поеду, как он, гонщик. Нормально я объяснял, у него просто не получается. У вас, ребята, вечер впереди, чтобы выработать тактику обучения на завтра. А вот у Лены с Максимом еще сегодняшний день не окончен. Они застряли на эстакаде. А, так у нас уж елки-палки, передача-то не включена. Выжимай сцепление. Я слышала все время эту фразу, я не понимала, зачем это делать. Что будет, если я так не сделаю. И вообще, зачем это сцепление. Умничка. Все, еще притормежи. Притормози. Заглуши машину. Ну что, двигатель заглушен, можно выдыхать. Я не думал, что будет тяжело так научить жену водить. Я считал это элементарными какими-то вещами. Ну, из того, что объяснил Максим, понятно было процентов 10. Завтра выезжай в город, я не знаю, ну честно. Тебя будут крыть матами, честно говоря. Ничто так не улучшает женскую память, как дуло пистолета. Решил Джейсон. Пусть даже игрушечного. Итак, новый метод изучения ПДД. Итак, на каждый неправильный ответ я буду стрелять по яблочку. Как выглядит знак «Уступи дорогу»? Уступи дорогу, ромбик. Ой, не ромбик, а треугольник. Какой треугольник? Уступи дорогу. Это стоп, где написано? Как выглядит знак «Главная дорога»? Желтенький ромбик. Как выглядит знак «Остановка запрещена»? Нет такого знака. Садись. И заново учи. А Лена с Максимом сегодня до ПДД, видимо, не добрались. У их дочки сегодня день рождения. Но праздники праздниками, а незнание правил не освобождает участников от ответственности на дорогах. С днём рождения! С днём рождения! Смотрите далее. На встречке не выезжай, блядь! Так нельзя перестраиваться, ёлки-палки. Никого нет. Стой, блядь! Ты велосипедистка чуть не сбила, блядь! В стрессовых ситуациях я начинаю орать. Блядь, блядь, блядь! И ты карась, блядь! Девушка Лена, не садитесь больше никогда за руль! Итак, сегодня второй день обучения. Посмотрим, насколько хорошо девушки выучили ПДД. Максим и Лена, сегодня вы впервые выезжаете в город. И прежде чем это сделать, вам, Максим, необходимо проверить свою жену на знание правил дорожного движения. Да и нормально. Не так, как ты читаешь, а так, чтобы я поняла, где вопрос вообще. Первый вопрос. Как изменится поле зрения водителя с увеличением скорости движения? Что такое поле зрения водителя? Это то, что ты видишь вокруг. Как, по-твоему, это был достаточно полный ответ? С увеличением скорости поле зрения водителя сужается. Я не поняла, в чем вопрос. Вопрос в том, испугаешься ты скорости или нет? Это мой ответ. Это мой вопрос, а твой ответ... Джейсон, пожалуйста, задавай мой вопрос. Я скорость. Ты скорость. Ну, если да. Я скорость. Я опасность. Я государство. Разрешается ли выезд на полосу с реверсным движением, если реверсный светофор выключен? Нет. Ответ правильный? Да. О, боги. Как можно привлечь внимание водителя обгоняемого автомобиля при движении в светлое время суток? Маякнуть ему ближним светом. Ну, я включаю поворот и приехала. Я еще иногда сигналю, если водитель обгоняемый неадекватный. А как ты определяешь сзади неадекватного водителя? По региону? А теперь отправляйтесь в город и будьте внимательны. Джейсон, ваша задача в городе проверить жену по всем знакам, встречающим вам на пути. Вдохнули, выдохнули и поехали. Притормаживай, притормаживай. Машину пропусти, что-то не действуешь. У меня иногда создается впечатление, что они не между собой. Коммуникации нет вообще. Первый съезд направо, нам нужно попасть во второй съезд, там где... Я не понимаю. Лена даже не хочет понять. Она говорит, я не понимаю, у меня не получается. Я только села, я еще ничего не понимаю, а он уже что-то хочет от меня, какие-то действия, которые предполагают уже наличие какой-то базы, хотя бы теоретической. Это, конечно, бесило. Ты мне объясняй, куда я еду, я не понимаю. Если ты что-то не скажешь, я что и не сделаю. Доставай книжечку нашу, золотые афоризмы нашей передачи. Пока Максим с Леной пытаются наладить коммуникацию в машине, конкуренты активно рулят. Хотя и немного нервно. Включаем первую и обратную передачку быстренько. Подожди, что ты включаешь? Подъедь, куда ты встала? Стоять! Мы не ударились хоть? Сцепление, выжми, заводи машину! Ты карась! И я начинаю ей говорить, переключайся, не газуй, сбрось скорость. Она давила еще больше. И глаза у меня вот так открывались. Стоп! Нет, нет, нет! Красный свет! О, Боже! Красный свет! Ну, стоп! Вот сразу видно, что Юля горит этим. Ей это нравится, она получает удовольствие. Джейсон тоже. Чего не скажешь о другой парочке. По этой полосе можно ехать? Для автобусов нельзя. Почему автобусом нельзя? Для автобусов нельзя, автобусом можно. Там нарисовано. Автобусом можно, автобусом нельзя или что ты говоришь? Автобусом ездить можно, а полосе для автобусов ездить нельзя. Еще раз. Полосе для автобусов? Нельзя ездить по автобусу. Нет, в принципе, ездить нельзя полосе для автобуса. Ну, это логично. Осторожно, не подрежь мне автобус этот. Он тебя размажет и меня вместе с тобой. Куда, спусти меня! На встречку не выезжай! Вы понимаете, вы просто не сидели там рядом. Я думаю, вы орали бы тоже. На себя кричать я никому не позволяю, но Джейсону была скидка, потому что мы были в стрессовой ситуации оба. Да, дороги мегаполиса это стресс. Так нельзя перестраиваться, елки-палки. Никого нет. Там машина, зеркало, смотрите. Когда он начинал метаться и прыгать по машине, как белка, я понимала, что, ну, наверное, я одна. Выключала все, ставила блок, так, мне нужно ехать. Ты не видишь, у тебя слева еще справа. Повернуть влево, повернуть вправо. Зашибись. Олене, по-моему, нравится. Право руля, лево руля, эх, ей бы в море. Что это знак значит? Дети. Да, дальше что? Малыш, у нас будут дети? Говорит, да, узкоглазик будет. Шантаж, отличный шантаж. Мы поженимся? Нет, нет, нет. Включаем поворот, правильно? У Джейсона есть интересная особенность не слышать неинтересующих его вопросов. Мы с тобой поженимся? И сейчас смотри, смотри, смотри. На данное время к свадьбе я еще не готов. И к ушку глазикам тоже. Ишь ты, не готов, говоришь? Ладно, завтра проверим точно. Панечка, включаем третью передачу. Еще больше. Он пытался не помогать мне, он пытался как бы ехать, используя при этом мои руки. Включай сцепление, сцепление, третья передача. Где она? Прямо. Я старался там по три раза одно и то же объяснять. Ну, четких вопросов, кроме того, что она могла сказать, мне это непонятно, а что именно непонятно, мне все непонятно. Джулия, стой! Стой, блядь! С***а! Так поехал! Ты 25-ти чуть не спила, блядь! В стрессовых ситуациях я начинаю орать и исправлять быстро ошибки. А мне наоборот смешно в такие моменты, когда он кричит, я даже могу добавить газку. В переносном смысле. Велосипедист нарушал правила, он ехал не по своей дорожке. Он ехал по главной, ты должна была ее пропустить. А как ты понял, что главная дорога не у нас? Просто потому что он стоял не у нас, он стоял у других. Нужно, знаешь, взять так горсть с земли, понюхать ее. А, так эта дорога главная. А они были здесь 30 минут назад. Кто? Кони! Да, эти парочки бы перемешать и вывести среднее арифметическое. Наверное, неплохо получилось бы. Хотя, может, и не надо. Вот из Лены вышел бы очень уравновешенный водитель маршрутки. Просто непоколебимый. Эти. Заводи машину, не отвози. Открылись у меня чакры мои все. Я сказал все, что думаю в тот момент. Зачем эти хаотичные движения вот эти вот? Тихо. Вот я же говорил, тихо. И пассажир спокоен. Хотя такого, как Джейсон, просто так не остановить. Включаем поворот. Ты больной или что? Куда ты едешь? Левый, включи перестройся мне. Это Йода. Он магистр Йода. Что хотел сказать? Левый, включи перестройся мне. Даже магистр Йода бы запутался. Быстро перестройся мне. Включи поворот этот гребаный. Перестройся еще. Притормаживаем и разворачиваемся. Кстати, я знал, что он часто говорит, ты мне тут вот это, ты не подрежь мне автобус. Он хозяин всего. Ты идиот, не ори. Я так вообще ничего не понимаю. А в бордюр ехать, ты понимаешь? Было настолько страшно, что мне реально хотелось заклеить и рот, чтобы она ехала молча и слушала только меня. Джейсон, так это тебе в другую синюю машину. Там Ленчик едет тихо и спокойно. Что значит транзит? Я не знаю. Есть такой транзит? Что такое вообще слово транзит? Транзит? Ну вот, так можно? Без ошановки. Давай попробуем воспроизвести этот диалог между двумя людьми. Телевизор. Джинсы. Тапки. Мы слишком быстро. Мы это делаем. Едь, не вот так, не едь, не. Юль, когда ты смотришь налево, ты смотри, блин, направо. В телефоне Джейсона повесилась Сири. Смотреть нужно вот так, не вот так, а вот. Посмотрела, голову повернула и назад, голову повернула и назад. Ты повернула голову и тут и едешь. Девчонки едут как могут, но едут же. Впрочем, это нам с Валерой смешно, а вот мужьям не очень. Направо. Отлично. Включаем вторую передачу. В следующем городе, блин. В какой? Лена, мы сюда поворачиваем. Я вижу, что мы поворачиваем. Все. Хотела сказать, Лен, ну, как можно так неосознанно делать хаотичное движение? Думай, что ты едешь на броневике. Со среднего ряда не можем повернуть. Четыре. Она действительно так отстраненно себя ведет. Типа, что ты тут говоришь, человек? Молчи сидит. Как мы останавливались? Все. Пустили то. Приехали. Вот так как сегодня Максим на меня кричал, наверное, пару раз в жизни. Ну, лет за 16. Которые я его знаю. И на этом Максим не остановился. Если бы не я, понимаешь, так и не доехали бы. Ничего не доехали. А потому что твои координации движения, это... А ничего, прям, включить повороты и поворачивать, и цепление отпускать, это одновременно ты не можешь делать. Давай одновременно, вот смотри, берешь, вот так, на руку на живот, на вторую на это самое. Тут хлопаешь, а тут крутишь. Меняю руки. Быстрее давай. Давай, ну, что ты делаешь? Другой рукой. Нет, ну не получается. В один палец так, в другую дульку даю. Вот так, по хлопку меняешь. Да быстрее давай. Ну, давай, тренируйся. Все, сойди домой. Потому что что это за херня вообще такое? Завтра выезжать на своей машине. И я чувствую, что я не самостоятельно, я не могу, я боюсь. Джейсон и Юля тоже заканчивают обучение и уже готовы парковаться. Все, здесь притормаживаем. Да подожди, дай красивенько. Лучше машину. Все, да? О, боже, как хорошо. Что хорошо? Человека чуть не сбило раз, две аварии чуть не сделало три. Ты же слышал это, да? Ты же слышал? Нет. Человека чуть не сбило раз, две аварии чуть не сделало три. Сколько у нас шпак? Четыре! Зайна, ты сказал, нет, мы не поженимся. Потому что, блин. Меня раздражает то, что он выхватывает руль, хотя я машину контролирую. Юля, мы машину разбили бы, если бы я не выхватывал этот руль. Он даже так не кричал, когда я ему борща вылила на стену в кухне. Сегодня третий день обучения. Самый сложный по сравнению с предыдущими. Женщины садятся за рули любимых машин наших мужей. Прошлая машина, вчерашняя, это их машина. Сейчас я буду нервничать два раза больше. Я еще с вечера подошел к автомобилю, я ему объяснил ситуацию. Просто сказал помочь нам выиграть в этом проекте. Я удалил масло, я там подкачал шины, повыдирал стекла, навел марафет. А Джейсон даже купил новые коврики в автомобиль и прошелся полиролем по кожаному салону. Не спеши, юль. Нужно было еще чуть-чуть к лосу машину посадить. Блин, не жутко. Куда ты мне бросила эту жуйку? Ну что, зай? На пол бросил. Автомобиль это как часть меня. Мой маленький домик, мой маленький уголок, куда я могу спрятаться. И вот оно, сногсшибательное вторжение в ваши крепости, мужчины. Ну и руль. Чем тебе руль не нравится? Вместо утренних тренировок по качанию пресса я буду крутить руль. А ты что, прессом руль крутишь? Руками крути. Не спеши, стой. Да не спешу, потому что я заглох. Да заткнись! В рот, перестройся мне в правую полосу, стой, машина! Если бы нас поменять местами, и он не умел водить машину, а у меня была моя любимая машина, я бы, наверное, вообще бы ему не дала. В рот, ты карась! Если ты хочешь, чтобы он надел очки, ты просто делаешь педаль в полтормоза и так, раз, и очки. Там, куда мы едем, дороги не нужны. Я уже представляю, как Лена в будущем будет отвечать сотрудникам полиции. О, что это такое? Малыш, первое сцепление выжми! Я буквально месяц назад поменял сцепление, а то у меня новое. И Юлю садить, это большой риск. Первую передачу давай! Вторую! Не слышишь, машина режет, блядь! Открыть глаза, едь в своей полосе! Куда ты, блядь, едешь? Если посмотреть на Юлю, можно было сказать, что я на каком-то сеансе экзорцизма. У нее стресс, смех, страх все одновременно. Зачем ты бросил сцепление? Ну, потому что ты тут что-то руками делаешь. Ну, я рулем тебе помогаю. Поехаю, не надо мне помогать. Не надо помогать, хорошо. Рулем мне не надо помогать, прыгать на руль, когда я это могу сделать сама. Макс паниковал, он просто метался по машине, как белка, прыгал на руль. А я была не права только в одном, что не запаслась решками. Сцепление четвертое, сцепление четвертое. Это я на какой смогу сейчас гнать? Юля, тебе нельзя гнать! Ну что, пока еще все живы и здоровы. Пора прислать нашим участникам первое задание. Елена, Максим, здравствуйте. Ваше первое задание, боже, первое. Забрать пассажира и отвезти по указанному адресу. Человек будет стоять по обочине с табличкой «Научи жену рулить». Включай поворот, притормажем. А что, поворот? Пассажира надо собрать. Тормози. Лене и Максу далеко ехать не пришлось. Их пассажир, вернее пассажирка, уже готова сесть к ним в машину. Бизнес-центр. Какой? Какой? Вы едите прямо. Какая разница, какой? Прямо и направо. Я просто хотел, чтобы хоть что-то их вывело из себя. Что ж так медленно вы, а? Ну вон же свободная полоса. Почему мы здесь стоим? Пассажир реально пытался всех раздракронить. И у нее очень хорошо это получалось. С бизнес-вумен всегда ими дело непросто. А вот и пассажирка Джейсона с Юлей. Помните, вчера обещал кое-что проверить? Мы поженимся? Нет. Ребят, как вас зовут? Меня зовут Джейсон. А меня Юлия. Вы муж и жена, да? Нет? Нет. Сколько лет вам? Мне 28. Мне 33. Слушайте, Агня, простите, но у меня в 29 трое детей было. На что это она намекает? Думаю, скоро узнаем. Так, а как там Ленина незыблемое спокойствие рядом с нервной пассажиркой? Ты делаешь переключение передачи по-спортивному. На вторую передачу это круто. А что мы, ребят, мы? Лена ушла в себя. Она вообще ничего не слышала, что ей говорят. Едь, едь, едь. Не бойся. Нет, вы так не нервничайте. Слушайте, мне тут два нервных водителя не надо. Давайте как-нибудь спокойно. Я не водитель. Мысли крутились, зачем я на это все подписался и хотел выйти из машины и закончиться сразу. Почему мы едем по среднему ряду, а не по левому? Там же быстрее можно ехать. Почему мы не едем в левом ряду, согласно полагаемому дорожному движению? Дорожь. Ну, б***ь. Что вы делаете, боже мой? Она просто решила убить всех. У меня было желание написать сзади, ребята, простите. Сегодня жена за рулем. Да, Лена крепкий орешек. Все эмоции в себе. Чего не скажешь о Юле и Джейсоне. Думаю, сейчас будут страсти. А я как раз в ЗАГСе работаю. Мы можем сегодня оформить заявление, а завтра уже я вас распишу. Вообще за Джейсона я готова выйти замуж. Я для любого мужчины самый лучший вариант. Сделаем вам бесплатно. Ты заметила, что Джейсон тихонечко сидит, как будто его здесь нет. Джейсон нажелывает жвачку, чтобы залепить ей. Так, ситуация пикантная, если не сказать больше. Впрочем, как и в машине конкурентов. Алина дома тоже такая медленная и молчаливая, да? Я ее не вижу дома. Мне было все равно, что она хамила. У меня и так было много задач, о которых нужно было думать. Еще на это обращать внимание нет. Как вы вечера проводите? Мы весело проводим. Вечером либо прогулка, либо катаемся на велосипедах. И тоже все в молчании у вас происходит? Ну, когда мы катаемся на велосипеде, мало разговариваем. Безудержное веселье, спорт и выносливость. Вот основные характеристики этой семьи. Но меня интересует другое. Будет ли завтра свадьба? Смотрите далее. Чуть не было аварии. Елки-палки, страшно-то как? Фух. Что ты делаешь? Я считаю, у меня прекрасная конструкция. Так не хочешь затянуть кота за ручник. Вот со всей этой интригой. Кому же достанется 65 тысяч рублей? Мы на голову были выше конкурентов. На 11, кстати, у меня завтра есть время. Я согласна. Ура! Джейсон! Ситуация мне не совсем понравилась. Я не знаю. Я, можно сказать, не знаю. Я не привык... Я не... Джейсон! Вот что мне нравится... Телепорт не работает. Что мне нравится в Джейсоне, он всегда найдет, что сказать. И потом, с возрастом все равно пару найти себе сложнее. Тут вот, пожалуйста... Так круче меня он уже в жизни не найдет. Значит, Юля не тот вариант или как? Твое лицо, когда у тебя скоро свадьба. Меня еще никто не бросал. Я всех бросала. Джейсон! Нет, я самостоятельно. К женибе я еще не готов. Ну, если бы я был бы готов, то я сделал бы уже и предложение, и шаг. Ой, ребят, останавливайтесь. Тут где-нибудь. Надумайте. Обращайтесь. Эх, Джейсон. Думайте. Танет трогая. Юля, похоже, обиделась. Но ее можно понять. Она-то уже согласилась стать невестой. Но нужно подумать. Такие решения и правда быстро не принимаются. Я и хочу, например, даже вот, да, если свадьба, но и боюсь. А вдруг после свадьбы я пойму, что ты не мое. Или будешь орать на меня, как сейчас в машине постоянно. Я не ору. Я просто... Я просто... Круче в отношениях, чем со мной, у него уже не будет. Ну что же, готовы высадить свою пассажирку и Максим с Леной? Останавливайтесь, я выхожу. Спасибо, что вы меня... Сцепление тормоз. Уйди. Заводи машину. Пять. Заводи машину, плещи первую передачу. Слушай меня. Я сама заведусь. Могла психануть, выйти из машины. И на этом все бы закончилось. Что тебя расстроило? М? Что не так? Лену жалко. Понимаешь, что она все таит в себе? Она ничего на показ, никаких эмоций не выставляет. Даже немножко стыдно стало перед Леной. Довел ее до слез. Девушки забыли обиды, вытерли слезы. Мужчины вдохнули поглубже. Время читать последнее сегодняшнее задание. С этого момента Лена будет ехать домой самостоятельно. В смысле самостоятельно? Джейсон, каждая ваша подсказка Юли будет стоить в вашей паре 6,5 тысяч рублей в случае вашего выигрыша. Сначала я подумал, что это шутка. Абсурд. Если бы она ударила мою автомобиль, это равносильно, что меня ударит. Что происходит? Зачем тебе передать? Что это за хаос вообще происходит? Лена не осознала то, что все эти дни был за рулем я, а не она. Я даже не мог предположить, что будет дальше. Поехали. Руль. Я была уверена, что его я довезу. Что машину довезу, я не была уверена. А Лена везет меня, елки-палки, страшно-то как. Непонятно, куда она едет для всех остальных участников дорожного движения. Да-да-да, в этот момент у многих мужчин просыпается талант поэтов-песенников. Посмотрим, что происходит с Джейсоном. Так, не забывай мне передачи. Так, это нельзя говорить. Так ты сейчас не переключаешь ничего. Ну а какая подсказка? Он просто говорит, чтобы она, в принципе, не забывала про зеркала. На будущее, советы на будущее. Зеркала не забывай. Ты что, странно, это нельзя. Когда остановит полиция, притвори, что ты спишь. Надо же, Джейсон даже пытается шутить. А Макс петь уже перестал. Намерение какое твое? Похи, я не знаю, какое мое намерение. Я понимала, что я не самостоятельно на дороге, что я половину не понимаю. Твою мать, что ты делаешь? Спокойно. Тут люди живут, двери открывают. У меня не было ощущения, что я создаю какие-то гипераварийные ситуации на дороге. Я повседневно вижу кучу участников дорожного движения, которые поступают точно так же. Это подсказка? Нет, ну это не подсказка. Что ты делаешь? Тихо. Блин, чуть не было аварии. Ты пристегнут хочешь? Это была подсказка? Минус шесть с половиной тысяч рублей. И еще пару сотен за мат накинуть надо. Что? Не хочу за тебя замуж. Я рад за тебя. Какие же эти женщины переменчивые? Полчаса назад хотела, уже не хочет. Хорошо еще Джейсон не согласился, а то сейчас пришлось бы все отменять. Тем временем Максим и Лена уже припарковались у себя во дворе. Я был рад, что это все закончилось, но я хотел бы сказать жене все, что я думаю о том, что она делала не так. Кондиционер не работает. Дело не в кондиционер. Дело в этом, блин, рукожопство, я бы сказал, бы так. Да капец, как обидно, да. Юле и Джейсону до дома осталось тоже немного. Но Юля заглохла прямо посреди дороги. Я не еду. Какого фига ты не едешь? Сцепление может быстро? Что-то закончилось. Юля, ничего не закончилось. Вспомни, как поехать. Будь ты человеком. Гребаный ты стыд. Юля, соберись мне. Все? Хуже тебя я никогда никого не видел, чтобы водили машину. У нее когда ступор, она забывает все. Иногда она вообще думает, что она в танке едет. Я думаю, нам надо разойтись. Завтра день экзамена. И наши парочки выслали друг другу видеообращение. Так называемые слова поддержки. Уважаемый конкурент. Джейсон и Юля. Джейсон. Надеюсь, что вы сегодня отъездили намного хуже, чем мы. Может, мы, конечно, и серые мыши. Но тише едешь, дальше будешь. Потому победа за нами. Мы сегодня уже отъездили. Отъездили очень отлично. Кстати, желаем вам так же отъездить, только в два раза хуже. Мы все равно победим. Это танец победы. И совсем скоро мы узнаем, кто же будет его танцевать. Джейсон и Юля или Максим и Лена. Я рад, что вы здесь в полном составе. Это значит, что ваше отношение глыба. Хотя я слышал, что Джейсон передумал жениться на Юле. Надеюсь, не мы тому причиной. В общем, в любом случае, отношения свои вы проверили. Теперь пришла пора проверить ваши навыки вождения. Экзамен я объявляю открытым. И начнет сегодня тот, у кого самые длинные шорты. Оу, Максим, да вы лидер! Лена, погнали! Итак, первый демонстрирует навыки вождения Лена. Так, поехали по змейке. По змейке. Отлично. Ой, пардон. Нет. Сейчас все получится. Все, она вписалась. Или метри прям прошла. Ну, это правильно. Это спортивный вариант. Едем в гараж. Заяц, Заяц, смотри, войдет или нет? Я так понимаю, что зеркала тебе в машине не нужны. Почему? Я смотрю. Так. О, заглохло! Таких злорадных людей я еще не видел. Юля мне немножко как брат дрожал. Ну, понятно, что прыгает, свьется. Ты выйти сможешь? Вот у тебя с левой стеной. Нет, я смогу вылезти только через пассажирское сиденье. Вылазь. Смотрите, как красиво. А как она вышла с другой стороны? Ха-ха-ха! Ну, вообще, заезд неправильный в гараж. Поехали на эстакаду. Стоп. У тебя сзади стоит очень дорогая машина. Тебе нельзя ударить. Я тебе сейчас сзади колесо поставлю. Хорошо. Ой, а чего вышел? Наш инструктор. Ему страшно. Так, усложнялочки пошли. Я считаю, у меня прекрасная конструкция. А впритык это нереально. Ой, давай назад, назад, назад! Юля, я бы на твоем месте так не радовался. Твой экзамен следующий. Ну, а Лена сосредоточилась и... Ой, зая, она едет! По-моему, это было идеально. Это заслуга учителя или ученицы? Это обоих. Теперь мы едем в город. Когда мы выехали в город, что-то пошло не так. Ты не едешь, ты ползешь. И сейчас еще и заглохнешь. Что я заглохну? Потому что ты на четвертой передаче едешь 10 километров в час. У тебя вторая передача. У тебя заглохла машина. Да, я знаю. Наверху восклицательный знак. О чем тебе говорит? Для чего он висит? Для того, чтобы привлечь внимание водителей к знаку, к сообщению. В данном случае, что нужно уступить дорогу, потому что там движение. За сколько надо показывать поворотник? Пара вопросов по правилам. Выбил меня сразу из колеи, и все. Лен, я вопрос задал. За 10 метров тоже не знаешь. Тяжело у нас с правилами дорожного движения. Ты видела, что там автобус несется? У меня уже потихоньку едут. Вот тут я уже поняла, что тут уже, может быть, и провальчиком попахивает. Теперь прямо и по кругу налево, и возле супруга останавливаешься. Эта рука, дернув ручник, спасла нам наш автомобиль. Батюшки, пойдем расскажешь. Знаки мне еще нужно подучить, конечно, но я не согласна, что я совсем их не читала. Я видел только трек, очень хорошо у меня получилось. Теперь Юлин черед сдавать экзамен. Валера у меня хорошие эмоции вызывал. У меня просто самый любимый фильм аргентинский. И вот там есть актер, который еще играл роль шофера. И вот они с Валерой мне один типаж, одно лицо. По змейке проедем, прямо. Мы на мой день рождения с ребятами можем тебя пригласить, чтобы ты Роман спел? Да, может. Серьезно? Серьезно. Сколько это стоит? Для вас бесплатно. Вот это подарок. Неплохо. Мы едем, и видишь гараж слева? И паркуйся в гараж. Давай, 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 давай. Молодец, давай. Ой. Ну не надо только биться лбом об стекло. Это хаотичное вращение рулема. Да, 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 ну а что? Я же как бы не профи. Стоп. Слишком близко к стене стало. Не вылезай. Все женщины так паркуются. Ты ему сможешь выйти? Я? Да. А ну, покажи. Так, чтобы не зацепить ничего. Это прекрасно, я считаю. Что человек не сделает ради побед? Отлично. Выезжаем на эстакаду, поехали. В гараж заехала, экзаменатора песнями задобрила, осталось самое сложное задание. Чуть выше заезжаем. Стоп. Тебе надо так поехать, чтобы ты не коснулась колеса. Юля, я же говорил, не нужно было злорадствовать. Ой, давай назад, назад, назад. Теперь твоя очередь проводить мастер-класс. Должна справиться, должна. Ну, малыш, ну, малыш. Как там наше колесо сзади? Вспомни все, вспомни все. ДТП. Когда я не заехала на эстакаду, я была уверена, что все, но Валера мне сказал, подожди. А все, да? Теперь нет, не все. Еще в город, у тебя есть шанс исправиться. Есть шанс? Конечно. И твой шанс, Юля, уверенная езда в городе и выученные знаки дорожного движения. По автодрому мы на голову были выше конкурентов. В чем разница остановки и стоянки? Где остановка запрещена, можно остановиться до пяти минут. Я понял. Ответ защита. Стоянка? Дальше регулируемый или нерегулируемый перекресток? Это регулируемый перекресток. На верху знак о чем говорит? Опасность. Опасность может быть на дороге. Вот. Сколько вы встречаетесь с твоим отельщином? 11 месяцев. Думал, скажешь 11 месяцев. А не, не дай бог. А что вы не женитесь? Мы же еще друг друга плохо знаем. Я вот смотрю в экстремальных ситуациях на него. Но идеальных, я думаю, нет мужчин или есть? И вот тут останавливаемся. С останавливаемся. Кто лучше, я или та девочка? Ты мне лучше. Ты мне лучше водитель. Аргументы Валеры ясны. Итоги подведены. Мы готовы объявить победителя. Ну что, друзья? Друзья, поистине самое сложное решение в проекте. Лена отлично сдала площадку. Потом был город, который показал, что у нас проблема со знаниями правил дорожного движения. Юля, площадка была тоже неплохо, но не настолько сильно, как у Лены. А вот город показал лучшие знания правил дорожного движения. Знаешь, Валер, так не хочется тянуть кота за ручник. Вот со всей этой интригой. Кому же достанется 65 тысяч рублей? Хочется просто взять сегодня и сказать. Джейсон и Юля, вы победили. Ну, по правилам нашего шоу, вы получаете ваш выигрыш с вычетом штрафов за подсказки в вашем вчерашнем задании. Этот виск финальный, он радостный. В принципе, похож просто на шабаш. Яночка, ты у меня самая лучшая. Деньги мы заработаем. Все будет хорошо. Благодаря проекту мы теперь еще стали более роднее, чем раньше. Она начала меня слышать. Вы думали, ремонт – это испытание ваших чувств на прочность? Нет, автомобиль – это испытание куда серьезнее. С вами было шоу «Научи жену рулить» Валерий Шевелев, Денис Косяков. Мы с вами обязательно увидимся на телеканале Ю.